здесь друзья живет гарик прораб остальных сюда не пускают это говорится дом который построил джек да ты как-то что-то строил лично то что вот эту ступеньку я сам бетонировал как вот это да тут была грядка какая-то жуткая и правильного залил да так поменяли мы за медведи это те из раш привезли не понял и подарили нам эту самку на русских такой боже что это за секира такая страшная это чтоб не лазили хулигана понял значит так тут тоже сам бетонировал не все ну пойдем дальше смотреть ладно друзья гарик так на вскидку вот я не спрашивайте а насколько ты купил этот дом но вот если продавать насколько бы такой стоит такой сарай до стоит миллион 100 понял не так давно собственно это не было двадцать лет назад двадцать уже 20 лет с ума зайти значит ну что друзья показываем это у нас у тебя я извиняюсь как это называется потолок натяжной а у гаррика натяжной потолок но тебя тоже как-то интересно натянул у тебя такая кривая такая сам я натягиваю уже лет 20 понял итак давай смотри рассказываю здесь был жуткий синий карпет ой мы когда въехали аж испугались когда я уставал да здесь оказался паркет я подумал никол джон этот паркет который тоже лет 50 помню свою прорабскую эту самую молодость молодой я взял бренд машину затирочную да все так полирнул потом покрасил специальный и покрыл вот так друзья выглядит лак деревянными паркет деревянными гвоздями прибивали раньше да почему это было время когда закрывали паркет карпетом у нас так было в вас алтасе мы когда собрали паркет на карпет мы приняли так вот картинки привез из таиланда 20 лет назад купил за доллар с рамочкой рамочку купил здесь за доллар а вот эти картинки чувак рисовал буквально точечной иглой с ума сойти да ну что про мальчиков тоже был как был он встроенный встроенный да мы просто его заставили а вот этот мой пятитомник вот смотри это прорабские книжки давай покажи это не все знают публикуется вытаскивали или давай я зайду с той стороны ну давай попробуй так смотри 4 тома называется воспоминание прораба это вот внутри пальцем вот это воспоминание право да вот картина это который литковский рисунок я купил теперь имею право использовать как обложку правильный картинка одинаково на разный она вышла как и разных формах именно как четырехтомник да значит прораб в америке якутские рассказы это первое было воспоминание прораба и прораб путешествие скажи мне вот ты в якутии ры там работал вот этот когда говорят не якутия и якутия это там так говорят и кто говорит якутия вот скажу кто говорит мурманск который ни одного не знаю кто бы главу мурманск вот те люди которые там живут говорят мармоinander мы говорим а те Те, которые живут в Якутии, говорят, что это Якутия. Якутия. Они говорят, что за горой. Потому что за Уралом идет. Урал – это как бы раздел между Европой и Азией. А вот там все там. А там Якутия. Вот эти все шмотки, вещи мы все притащили из России. Из СССР? Да, часть меня сбросили. А чем вы не выкинули за это время? Миш, ты знаешь… Жалко, жалко. Гублок. Нет, что это? Моз кино. 15 лет назад на Армаде был магазин для новых русских. Вот эти валенки мне подарил мой друг Новый Русский. За 150 баксов. Это вот тот, которого я знаю. Да, да, да. Дороговатные валенки. Слушай, мы же Новый Русский. Ну это правильно, да. Так, тут у нас санузел. Мы тут ничего такого не делаем. Ну пока нет. В интимные детали санузла не вникает. Кухня. Друзья, слушай, что это на стене у тебя такое? Это такой штрих. Это единый фрагмент. Здесь было окно в ту комнату. А мы его заделали и сделали как бы такой штришок. Художественный элемент. Типа там был. Так, такая вот интересная кухня. Давай я отойду. А на полу у них капель здесь. Сам Клаус? Не, не знаю. Это моей квалификации не хватит. Но я имею ввиду это при вас было. Это было. На вашей бабульке. Да. В общем там, да. Дом маленький, 1700. Дом где-то 160 квадратных метров, вот там хотел сказать. Да. Тут уже собирается форель, пахнет копченой форелью. Может уже пора закончить интервью и пересесть отца? Ну подожди, подожди. Ой, ё-моё. Ё-моё, друзья. Посмотрите, что творится. Это ленинградский какой-нибудь? Или гжель? Чистый гжель. Я в Москве и все привез сюда. Да. Это гжели уже. Поэтому если вы не можете купить гжели где-нибудь, это потому что Гарик все увез. А ты будешь смеяться. Я сейчас могу историю рассказать. Откуда у тебя столько гжели? Ты там собирал или ты на выезд купил? Рассказываю историю. Да. Значит у меня... Постой, только не уходи. Микрофон же здесь. Я параллельно показываю кухню. Да. Так. Идем дальше. Это кухня, а это у тебя ливинг. Здесь ливинг мы только полы поменяли. И построили камин. А так остальное все как бы... То есть камин был бы, его закрыли как-то. Мы его, да. У нас есть приятель. Слушай, как красиво. Ну так что, это piece of art. Да. И тоже, друзья, с потолком блестящим, натяжным. Камин он нам, блин, сделал за пять штук. Да ты что? Да. За такие деньги. Я с ним очень долго торговался. Значит он сам кончил мархи, архитектурный институт в Москве. Да. Пилец всю ночь. И стоял он намертво. Сказал, что это единственный экземпляр. Так, это гости. Ну давай, давай. Так, это вот как раз, ну отсвечивает, я не знаю что с этим делать. Отсвечивает, друзья. Это художник Витковский. У нас есть на канале, если вы сделаете поиск на слово Витковский, то вы увидите, как мы и в галерее у Витковского, и в мастерской. Вот те из вас, кто там про этот поп-арт, который вот у нас в доме висели. Ну там сразу три девушки с поп-артом. А здесь такой арт, индивидуальные попы. Вот, это все вот Витковский. Гарик Дружин с художником. Он питерский, но дело в том, что Ирина... Привет, привет. Я Ира. Да, вот Ирина, которая говорит, я Ира, она тоже питерская. Вот, а питерские это как бакинцы или как одесситы. Это такое братство, в общем-то. Надо сказать, что есть у них такое. Это для котов. Гарик, сколько котов у тебя? Сейчас вы ее спросите. Гарик, сколько котов у тебя? У меня два кота. Один старый, один молодой. Вот там какое-то венцо у него в холодильнике. Это бар, специальный бар. Специальный бар. Но я смотрю, у тебя здесь тоже все в бар не уместилось. Все у него в бар не уместилось. Друзья, если вы когда-нибудь вот дорветесь... А, ну это порт. Нет. Сейчас вот посмотрим. Есть такая винодельня в Лос-Анджелесе. Она почти в даунтауне. Вот посмотрите. Написано Сан-Антонио. Видите? Сан-Антонио. Там есть туры. Там, когда будете в Лос-Анджелесе, обязательно поезжайте. У них веб-сайт тоже называется. Сан-Антонио Вайнери. И там есть потрясающие совершенно вещи. Спасибо. Я сейчас пытаюсь вспомнить. Вылетел у меня на диетической основе. Все, что я раньше так любил. Но, в общем, я вспомню, скажу. А вот, пожалуйста, вот так многие используют музыкальные инструменты. Сейчас мы Гаррика спросим. Гарик, в Сан-Антонио Вайнери, вот это вино, которое на советскую Лидию похоже было. Как называется? Как называется? Нет, нет. У тебя есть, что ли? Ну, там у тебя другие стоят. У тебя порт стоит. А там есть вино, прям, чисто как Лидия. Вот, вот. Ну, давай. Только не снимай. Так, друзья. Мы с вами узнали Дмитрия. Здравствуйте. Шляпа вообще на схоже. Шляпа хорошая. А что вы все в шляпе? Ты в шляпе. И я в шляпе, друзья. Можете вот на меня посмотрите, я тоже в шляпе. А он сказал... Чтобы было красиво. Не Мадейра. Не Мадейра. Это не Мадейра, там другое было. Говорят, что... Кардинали. Кардинали называется. Вот. Мадейра тоже замечательно. Но есть вино называется Кардинали. Гарик, пойдем ты нам садик покажешь. Дай мне минуту. Сейчас. Так, массажное кресло у него. Вообще много места у людей. Знаете, они так вот живут и место у них свободное. Вот так можно сказать. Дерево. Подожди, так оно и сейчас дерево, будь здоров. И вот тут мы как набухаемся, стоим в костюмах и пьем. В смысле, ряженые. Да. 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 То есть дерево полезным оказалось? Да. Ну и спрыгиваешь раз в такое дело. В тапочку. Не стареют душой ветераны, друзья. Вот часы у тебя с вокзала Курского, что ли, принес? С Киевского. С Киевского. Где-то ржавые. Так. Так. Слушай, удобно, когда соседи хорошие. Можно руку протянул и лимоны. Значит, это другой вид лимонов. Эти лимоны выебали бы. Да, да, понял. Значит, здесь был огород. Вот тут когда-то, 20 лет назад был огород. Мы все забетонировали. Брали все цветы. И спокойненько можно выйти. Сейчас немножко, я просто боялся, что будет немножко мокро, поэтому можно сесть в крест. Подожди, а это у тебя твои лимоны у тебя здоровенные? Да, это мои лимоны. Значит, мои лимоны более лимонистые, а там более сладкие. Они как бы лимон смесь с апельсином. Есть такой сорт. Так. Слушай, у вас вообще какой-то цитрусовый город. Смотри, у соседа с одной стороны, у соседа с другой стороны. Ну, Мишка, видишь, какой растет? Да, да. Красавец. Это как бы быковый кампус. Есть такое растение, оно называется finger fruit. И оно все вот из этих. Вот там, а цитрусовое тоже, его знаешь, как на... Ой, ой. Да, смотри, это лимоны, которые надо собрать и сделать через лимончеллу. Друзья, а лимончелла это такая водочка лимонная. А вот это... Так, я вот этих увидел. Это танжерин. Вот лесенка можешь сорвать. Не мандарины, ничего? Нет, они такие кисло-сладкие. Так. Вот лесенку можно взять и с косточками. Друзья, вы видите лесенку, когда будете у Гарика здесь. Вот лесенка. Но некоторые, некоторые можно вот без лесенки. Просто вот так. Раз. У меня такое ощущение, что ты ободрал, что можно без лестницы. Значит, вчера нам поставили забор. Где? Вот это? Да. Здесь в Америке строят забор на правилах. То есть мы делим стоимость... Иди сюда больше рассказывать. Значит, друзья, это называется... Этот забор, посмотреть на него, называется... Забор. Good Neighbor. Да. А, да-да-да-да-да-да-да-да. Это называется хороший сосед. Да. Потому что он симметричный на обе стороны. Потому что мы вошли в стоимость... Да. 50% правильно. Ты правильно говоришь. Но вот когда доска с одной стороны, доска с другой стороны. Видите? Да. С этой стороны стоит. Это называется Good Neighbor. Good Neighbor забор. Причем сваи у тебя... Ну, не сваи, а опоры. У тебя явно, так сказать, уже пенсионного возраста. Не надо. Они поменяли, говорят, новое. А, новое? Да. А почему... А, они пропитаны просто. Они пропитаны. Нет, тут... Они пропитаны, а доски это не пропитаны. Доски это местный красный кедр, или как вам это? Красное дерево. Но это не Redwood. Redwood. Это Redwood? То есть это Sequoia как бы? Да. Поэтому она не гниет, ее красить не обязательно. Ну, я скажу так. Первый год, друзья, пока она вот не крашена, она красивая. Потом она потемнеет, и будет вот такого же цвета, как этот забор, как опора. и вот вы, и вот как вот тут, вот она приобретет вот этот вот цвет очень-очень быстро. Буквально за год, за два. Между прочим, забор стоит... Да. Сейчас скажу. 3 800. Ну, в смысле, одна секция? Все. Как? Вокруг всего дома? Нет, вот эта секция, вот эта... Ну, правильно. В одну стену, как бы. Да. Одна из четырех стен. И знаю, и нам, мы должны оплатить половину. Если бы ты делал весь забор, это было бы в десятку, и ты бы оплатил половину. В десятку? Ну, 3 800, с этой стороны 3 800 стой. Не-не-не, мы сделали три забора, четыре забора. У нас, видишь, все заборы разные, потому что каждый раз сделали по-разному, по разной цене и по-разному. Да, так вот эту сетку, которую я повесил на забор, я ее снял. Подожди, а это что за сетка? Сетка была на старом заборе. И я ее снял. В смысле, ее в чем было? У нас здесь вьюн... Растение? Да. Которое ползет. Чтоб он полз... А что же он не вьется-то? Ну, потому что я его сеткой придавил. Видишь? А сетку я снял, потому что забор поменяли. Понял. У нас, друзья, вьюны не вьются, а ползут. А ползунки? Ползуны. У нас... Вот, кстати, у соседа другой вид мандарин. Ну, тоже можно легко приобщиться. А ты видишь, ты заметил, что я обрезал со своей стороны. И они обрезали со своей стороны. Потому что при калиформистском законе все, что здесь, все мое. Да, все, что на чужую территорию пошло, можно собирать. Ну что же, хорошо. У тебя здесь уже вверх поперло. Надо обрезать, мешай. Ты там уже не соберешь ничего. Так, ну давай будем изучать. Вот эти твои горшки у тебя, смотри, повсеместно, здоровенные горшки. Горшки. Что ты туда кладешь? Привез. Почем горшок? Когда довез два горшка одновременно, еле в машину сел. Почем горшок? Значит, был 150, я взял по 60. На пол цены, поэтому от жадности взял два, еле доехал. Смотришь, два горшка таких в машине. Вот она, юристская натура, ты представляешь? А если бы дали еще... Взял бы третий, да. Да, сказать, третий бесплатно. Не знаю. А он, кстати, был совершенно синего цвета. Гарик, объясни мне такое вещь. Вот этот вот пень, такой переросток. Это было дерево огромное, решил его спилить. Подожди, как дерево? А провода, я извиняюсь. А вот я спилил, и чтобы можно было сидеть. Да. И было так, аккуратненько. Некоторые подумают, что там наверху у тебя что-то сионистское. А там написано шериф. Там написано шериф. Да. Так, тут у тебя что? Единственное, что они у тебя все как-то в одну сторону. Потому что так печатают. Ну, если считать, что точка отсчета отсюда. Все идем туда. Туда идем все. То что Якутия, что Одесса, что Москва. Не-не-не, смотри, 10 тысяч до Одессы, 7 тысяч до Якутии, до Москвы. Да, а направление вектор-то? Ну, вектор в наших силах поменять вектор. Но существенно, что все в одно место. Ну, кстати, купил столб. Отдельно. Выгибло яму. Забетонировал. Да ты что? Покрасил. Заказал таблички. Привинтил. Ты что? Все прорабскими ручками. Да ты что. Вот чему учили-то советских инженеров-строителей. Теперь, значит, у меня есть знакомая девушка, которая пообещала мне с пьяным, что она сделает скульптуру из этого дерева. Вот жду. Ну, это надо, чтобы снова пьяная была. Ну, наверное. В трезвом виде кто будет. Да. Вот это дерево гранат. Никогда не подумал бы. Не подумал, правильно. Значит, купил я его 20 лет назад за 25 долларов в магазине Хом Дипо. Посадил. Так. И теперь он полдоносит. И каждый год я делаю гринадин, а потом заливаю его водкой. Гринадин это что? Гринадин мы варим гранатовый сок с сахаром. А зачем же с сахаром, если водкой? Ну, получается, водка такая, знаешь. Вартутай. Ну, хорошо. Да. Продолжаем. То есть, может тебя кавказцы какие-то научили? Как гранатовую? Евреи, грузины. Ага. Все кавказцы, все там, знаешь, как говорится. Так, это похоже на каштан какой-нибудь. Не мешай. Я чувствую, что ты ботаник хреновый. Это клен. Клен. Да. Ну, имелось в виду, что клен. Клен. Да. Вот этот пацан стоит с лопатой. Так. Это, видишь, какой-нибудь. Прям пришел из леса и окаменел. Так. Да. А вот это, кстати, вырос гранат. Вот этот кустик, под которым мишаня. Кстати, мишаня тебе ничего не напоминает? Да. Это, слушай, это что за кипарис какой-то? Что это? Это туя. Туя. Вот таким словом? Да. Туя похожа на кипарис, друзья. Вот это туя. Вот это фонарь, который Ирке я специально купил, чтобы ей была в память о Ленинграде. Правильно. А вон там два. Ты знаешь, здесь как на Невском. Там еще один фонарь. Он там зажигается. Так, давай. О-о-о. Сейчас тепло. Ну, мы с пониманием относимся. А подсвечник это зимний дворец напоминает. А вечерком, это бар. Да ты что? Слушай, надо было тебе его протереть как-то. Надо протереть, Мишаня, но некуда. Пишу романы. А за баром садишься. Два стула. Так. Ну и клюковка. И тары, бары можно. Это тоже виноград. Надо снять. Слушай, это выцвело что-то? Он, да. Мишаня, нет? Помилуй, это настоящий? Нет. Это пластик. Настоящий, Мишаня. Это пластик, я вижу. Это пластик, я понял. А вот тут я испугался. Думаю, боже, какой ужас. А это значит ретро. Ретро не то слово. Да? Только оно все какое-то выцветшее. Мишаня, ну все, как говорится. Выцветшее, друзья. Так, кто еще показать? Так. Значит, у соседей лимоны. Так. И апельсины, которые я срезал. Которые были ко мне. Очень вкусные. Причем апельсины такие. Апельсины такие. То есть апельсины, которые перевесили на твой участок, ты подрезал. Нет. Вообще, понимаешь, чем больше ты снимаешь, тем видишь, вот уже начал свистеть. Если бы я не снял бы, то есть, куда рука дотягивается, там я снимаю. Так. Вот вы видите цветочек, который обязан своим существованием нашему Гарику. Да. Тут полно цветочков, кстати. Наши руки надо долго докладывать. О! Это запрезал. Да. Я хочу спросить. Вот эти апрейзеры, которые ходят там по... Дома оценивают. Там же дом, земля, там небось апельсины, мандарины, гранаты. Там можно собирать? Рассказываю. Ха-ха-ха-ха. Об оценке лэндскепинг. Сколько мы даем в стоимости. Однажды оцениваю дом, Вудсайд. Это дорогой город, да. Да. У женщины умер муж и оставил ей порядка 200 миллионов долларов. Это старая женщина, где-то под 85-86 лет. Ей столько не надо совершенно. Ей муж никогда не разрешал тратить деньги на лэндскепинг. У них 7 акров земли. Это 300 гектаров я перевожу в нашем. Грубо говоря. Вот она вызывает... Муж умер, денег много. Она вызывает дизайнера из Лондона, который приезжает, нанимает бригаду. 8-9 человек. И почти год они работают. Она потратила почти 900 тысяч долларов на лэндскепинг. Это был 2007 год. В 2012 году я оцениваю этот дом, потому что она умерла, а наследники решили его продать. И новый покупатель, один из менеджеров Гугла, так случилось, что я и он был в это время в одно и то же время там. Я был на инспекции. И я стою сзади этого дома, а там тропический такой сад, маленькое озеро и Газиба. Остров и на нем Газиба. Газиба это такая беседка с... Типа у меня похоже. Там очень такая романтичная беседка. И мы стоим с этим парнем, Йозел Брайан, менеджер из Гугла. И я его спрашиваю, Брайан, эта женщина потратила очень много усилий и времени для того, чтобы сделать все такую красоту. Что ты планируешь делать? Он говорит, у меня уже есть план. Завтра будет бульдозер здесь. Он всю вот эту ерунду сметет отсюда. Здесь будет почти олимпийского размера бассейн. А вот здесь будет барбекюерия с огромным телевизором. Потому что мы с друзьями по пятницам, по субботам любим смотреть спорт. И здесь мы будем веселиться. Женщина потратила почти 900 тысяч долларов на ландскейп. Товарищ следующий покупатель с бульдозером. Все это уничтожил за два часа. Но мы не знаем, кто придет вместо него и там что сделает. Я тебе скажу так, что существует такая поговорка среди оценщиков. Если дом покупают китайцы, пустыня становится цветущим садом. Да. Если дом с цветущим садом покупают мексиканцы, она превращается в пустыню. В Мексику. Да. Так и есть. Ну хорошо. А все-таки если уже пришел и там дерево стоит, так можно с собой там что-нибудь собрать? По этике у оценщиков мы никогда ничего не берем. Не положено. Ни от кого. А если предлагают? Даже если предлагают. Все, понял. Вот такой вот аскетизм такой профессиональный. Все. Хорошо. Спасибо. Я застал. Ну, друзья, как в песне поется. Ох, там было угощение, и печенье, и варенье. А до акулы жареный пупок. Что это рыба? Это рыба. Это рыба? Это Беня. Можно снимать Беня? Да, он потом кем выкатит щек. Сюда Беня. Бенежамин. Да, Бенежамин. Беня. Ты знаешь какой код? Беня. Такий код, если бы он сказал «Гавгав». Он не меучит, а он моет. Я уже писал на нем. Это форелька, это буженина, чувствуется, что соль кошельный. Друзья, Светлана сама этого сома, буквально вчера вот и сделала. Он такой не соленый, но слегка копченый. Вы видите, вот это вот возбуждающее, свет, блеск и так далее. Сегодня будет охотовка. Два. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok